Вот этот кто написал Смотрите, что он написал Все что не ты Н array Тебя Это что training Эфеттахарилу Это дурно дашь думать? Я вообще не жопа, шоу нахуй отсюда! Это дурно дашь думать! Это дурно дашь думать! Четарас! Смотри, что это дурно дашь думать! Выезды! Иди на парку свою! Да, правильно! Боже, не говорите, не деду в Россию! Вот это дурно! Пидара! Абатурмонник так просто дурно! Почти, браку, луи! Мои брати, да? 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 Дай струм на мою! Дай струм на мою, слабакар! Дай струм на мою, ба, даруану не уйд! Я выскажу тебе! Ты еще в сопляк 15-летний, а я 65 лет, жил на этой земле! Придурок несчастный! Какой-то сопляк будет не дихтовать свои видения на этот мир. Я говорю еще раз, Россия является оккупантом, мировым оккупантом. Где с собой русский наступил на чудо-жемлю? Он забыл оттуда выходить. Есть такие государства, как Эстония, Грузия, Латвия, Литва, где выгоняют всех русаков. И как видите, они не умирают с голоду. Только здесь, в Молдове, вы наступили, ваш сапог грязный, и забыли уходить. Вот что я вам говорю. Придурки несчастные. Вон какой-то сопляк будет мне высказывать, что ржешь, как бы что тебе ждет. Лично я тебе отправлю голый чемодан с Северного вокзала отправлю в Россию. С потянками, не вымытыми, которые ты пришел сюда, с такими и уйдешь отсюда. Тоже мне какие-то сопляки будут указывать здесь, что делаете, что мы русские, кто вы являетесь. Что бейте русский город. Вы пишете на всяком говне это все. На всяком забором написано вами, что бейте русский город. Бейте свинный город. Свинный город, вот побейте. Забоеванный русаками. Правда и неправда. Которые забыли уходить отсюда. Вот кто вы являетесь. Раскинулись ваши трусы немытые. Когда вы помните, чтобы ваш отсюда цен закончился, тогда мы вас выгоним и навсегда. Вот так, пупсик. Понял или нет? Понял. То, что пришел сюда и забыл уходить. И я бейте русский город. Бейте русский город. Какой там странный город. То, что завоняли и превратили этот город в винарники. Что такое? Сейчас сделаю. Так, слушай сюда и запомните, что я буду двумя руками голосовать за то, чтобы те, которые набрали 36 пропусков, выгонялись с училища. И пупсик готова. Если набрал 36 пропусков, выгоним. И пупсик готова. Я извиняю, я ворончу. Бутец, закрой твою пасть вонючую, скотина. Понял, нет? Все. Нажмем морду на молдавской земле, смотри, какие самодовольные скоты. Не с этим и останьтесь своими хихиками и идиотскими. Патрушев. Есть. Ты что жжешь, скотина? Первый, что ты жжешь? Кроме того, чтобы ржать ты ничего не умеешь. И делать пакуси в городе, да еще город, дальше город русский, по-созумнее всего, мать. Я тебя покалечу, подстречу по городу, я тебя покалечу. Покорский. Торжешь. Встретишься мне ты по дороге, где-нибудь, где-нибудь. В Закоулке. Я тебе научу, дальше русский город. Понял? Понял. Потому что вы свиньи, где-нибудь гадите. Где вы ходите, там и гадите. Ваши круг делают. Негодяи. Негодяи вот этих, которые оккупировали город Бельси. Пишут на румынском языке такое. Только что научились. А почему? Ну, да рожай быстро что-то. Ну, давай рожай что-то. Молдаване с нами не говорят о своем молдавском языке, а постараются под нас. Значит, им не хотят говорить позориться. Постараются под вас, потому что вы являетесь... Мы. Только что сказал. Окупантами и все. Все. Великоросы. Сраные. Диктуйте ваши условия. Везде. Только прикрывайтесь законом, что на вас. Еще... Защищают. Да. Выйдет закон о вашем уничтожении. Уничтожим. И все. Паук. Нет его. Бейте русским. Бейте. Идиотский город. Окупантов русаков. Русский город. Придурка, ты русская? Как я татарин. Русская нашлась. Рожденная в Гринавуцах. Что-то мне за умыть. Так у Калини езжай и все. И езжай туда. Вот твоя родина там где. Родилась там. Почему ты не осталась там? Хочешь тут? Много хочешь. Прозоровки. Я вас научу, как родину любить. Русская. Мы езжем. Чувак эти так. Потому что вам правду в глаза говорят. А может быть твоя родина. Твою родину вот она. Зеленая часть. Шестая часть планеты. Твоя родина. Любишь ты ее? Вымышленную родину. Или настоящую? Настоящую. Какая родина ты военнастоящая? Русская. Иди к тебе, не матери, туда. Ты думаешь, что русская родина тебе придет прямо в Москву и в Ленинград? Будешь забивать все аулы в Сибири там. Будешь кормить комаров. Твоим жирным мясом, чтобы ты... Да, да, вот. Смотри, какая морда. Опухлая. И розовенькая. Вот, ты думаешь, что тебя ждет такие хорошие просторы в Ленинграде и в Москве, да? Ходишь, пахай, там пока посинеешь. В кирзовых... В кирзовых... Да, бель не будешь иметь, но будешь ходить в кирзовых сапогах. И в фуфайке, и в ушанке. Вот в чем будешь ходить. Не в европейских мунбирах здесь. Хороших. В первоклассах, да. Будешь в китайских. Еще ржешь, как я чуть не сказал тебе. Чай, как положено. Чай, как положено. Смеешься. Так смеешься по-человечески. Хорошо. Посмеемся мы когда-нибудь. Когда я вас буду провожать тогда, и ты будешь сказать, да, было бы хорошо еще жить в Молдавии. Да, будешь ты жить в Молдавии, когда я тебе приютю. Да. Как такого придурка, который знает только издеваться, и здесь, чтобы им законы дали права. Дадим мы вам право. Вы понимаете, что вы вздыхаете последними вздохами. Вы в вагоне. Знаете, что такое вагония? Когда человек отресет, он не знает куда. Да, вот на что вы пришли. Вот на что вы обсуждаете дома. Вот ваши родители, к чему вас приучают. И передайте от меня, что ваши родители, и вы, которые не признаете эту республику, не переживаете, находитесь в вагоне предсмертной этих мандражей. Вот на что приведет. Держите, сынки мои, доченьки, держите здесь в Молдавии, здесь хорошо. Выгоним мы вас всех отсюда. Все. Это мое кредо, и такие, как я, миллионы. Уже терпение лопнуло от вашей наглости и от вашего беспринела. Господи, как, извините, чуть не вырвалось слово. Вот и такими тупыми взглядами. Ну это, что вы нам сделаете? Сделаем. Сделаем. Будьте уверены в этом. Не я так чуть моложе меня. То, что дам, за мои 66 лет, может я не успею вас всех выгонить отсюда. Но передо мной, за меня еще будут. Другие поколения, которые с вами справятся. Да, правда, глаза колите, знаю об этом. Но вам некуда уже. Я еще говорю, это агония. Это агония уже. Последние ваши вздохи. Что, не знаете, что такое агония? Нет. Так я говорю, чтобы последние мандражи перед смертью. Это называется агония. На молдавском. Придурок, трещатный. Это слово, всеобщее слово. Агония, это и на русском, и на турком, и на кого хочешь. Агония есть, агония. Вот. А что вы знаете, кроме таких паскудных слов, которые всю Европу уже опозорили. Где всем, вся земля матюкается на русском. Вот, что вы ввели в культуру человеческой. Матерщину и все, закрой рот. Матерщину и все, что ввели в мировую культуру. Вот чем вы славите. И поляки, и турки, и англичане уже на русском матюкаются. Вот, что вы ввели на всей земле. Ваша слава. Вот в чем. Ничего культурного, ничего человеческого. Матерщину и все. И русские сапоги, и фуфайки, и феломбейки, и ушанки. Вот что. Вот, что вы ввели в культуру цивилизации всемирной. Вы не сравнивайтесь с малыми народами. Потому что Россия считается как великим народом. Но вы смотрите, какую культуру она взяла. Сравнивайтесь с японской, немецкой, даже сейчас с китайской, с английской культурой. Смотрите, на что бы превратили в мир. В помоище. Что мы мыкаешь? А что мне делать? Что делать? Вот, вот к чему бы привели всю цивилизацию мира. Да, почему вы меня с куферку делали? Что ты хмыкаешь там? Мы говорим в общем, так и не надо хмыкать по соседству. Говорим целиком вместе. И принимайте это ко всему общему нашему разговору. Я вижу, что часть из вас понимает по-человечески, но часть, которые самодостаточны, нажили здесь, как, я не знаю, плохие на теле, так и хмыкаются, которые самодостаточны. Вот и с этим в первую очередь мы будем расправиться. А вот те, которые понимают состояние, те мы еще так, потерпим немножко. А те самодостаточны, рожа и лица, тех мы будем уничтожать. У курортном Трускавце на Львовщине один из готелев відмовляється селити у себе громадян Росії. На дверях закладу висить табличка із написом «Окупантів не приймаємо». За словами власника готелю, депутата Другобицької міськради, активіста Євромайдану Сергія Розори, персонал оголосив бойкот росіянам через неприємні розмови з колишніми клієнтами росіянами, які підтримують окупацію України. Готель освіщала акцію футбольних фанатов, собравшихся в центре города, щоб сорвати концерт, а не лорок. Сначала нашу журналистку окружила толпа українських колег, затем к ним присоединились около сотни так называемых ультрас. Євгению не только оскорбляли и требовали покинуть страну, в нее кидали яйца и петарты. Девушку били по голове, а потом неизвестные прямо в лицо ей брызнул из газового баллончик. Оператор тоже девушка, камеру не выключила и вы сами можете увидеть эти кадры. Знаете, что мы передаем? А вы знаете, что... Уходите, пока не поздно. Уходите, пока не поздно. Да благодарны создавания и пуши. Давай отсюда. Я не трогаю тебя. Давай. Я не нашу пуши. Девушка, у меня это стыдно. Вы женщина. А вы предатель и не поддерживаете. Почему? Почему? Ну что вы делаете? Приходите. Это женщина. Нельзя, не смейте это делать. Что вы делаете? Она будет в вас. Саветку, да? Она не уйдет, она с жертвой. Ей же нравится. Она выступает от коммуникации. Я не знаю. Она в коммуникации. Они не верят ничему уже. То, что говорят на Украине. В Украине. Это ваша проблема. Я сам буду решать, что мне сорвать, а что не сорвать. Наша коллега искала защиту милиционеров, чтобы ей и оператору помогли выбраться из-за безумевшей толпы. Однако, украинские стражи порядка сделали вид, что ничего не происходит. В итоге, спастись от агрессивных украинских журналистов и футбольных фанатов Евгению удалось благодаря неизвестным людям, которые вывели на шоу. Коллега из окружения. И, наконец, есть влада, которая умеет слышать и совершать мечты украинцев. Я щиро на это надеюсь. Шановные пане президенты, моя вам рука для проведения всего того, что вы щойно сказали с этой трибуны. Это наша общая ответственность. Дякую, пану праздничею. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...